Рекламно-информационная программа. С Верой в спорт. Добрый день. Это программа «С Вера в спорт» у микрофона Вера Власова. На календаре у нас среда, середина недели, два часа дня и самое время поговорить о спорте, о спортивных достижениях. Благо, есть к этому прекраснейший повод, а именно, что уже знакомая нам Анастасия Дузина, тренер фитнес-клуба «Качалка», массажист, победила, стала абсолютной чемпионкой по дисциплине фитнес-бикини. Такое вот непонятное сочетание, да, как это может сочетаться фитнес и бикини, мы сегодня узнаем. Да, Анастасия, добрый день. Добрый день. Фитнес и бикини прекрасно сочетаются. Одно без другого практически невозможно. Кстати, на фотографиях в интернете можно посмотреть, как это сочетается. На самом деле, прекраснейшие ощущения. Да, расскажи, что это. Фитнес-бикини категория, на самом деле, очень красивая. Она, первоначально, когда она появилась, знания, подчеркнутое мной из интернета, когда она появилась, да, конечно. Нет, вообще, я просто большая поклонница Кате Усмановой. Я в свое время следила. Катя Усманова известная фитнес-тренер, инструктор. Инструктор фитнес-бикини, в том числе. В том числе, да. Но она сейчас уже не выступает, но была интересная программа как раз про нее. Она рассказывала о том, что когда все это появилось, то фитнес-бикини – это была такая категория, ну, которая как бы на разогреве, либо в конце вот завершить. А сейчас эта категория… На разогреве чего? Перед основными мужчинами, которые выходят, бодибилдеры. То есть, да. То есть, сначала девчонки выходят, да, а потом уже… Бывает по-разному. Было раньше. Бывает по-разному. То есть, могут сначала выйти мужчины, а может быть и наоборот. Но я в этом деле человек, честно говоря, новый. То есть, я фитнесом занимаюсь давно. Вот именно выступление у меня было вообще первое и единственное пока еще. Пока. Пока, да. 22-го числа будет соревнование в Кирове, так что всех приглашаю. 22-го числа в 5 часов, если не ошибаюсь, где? Да, в 5 часов в областном дворце молодежи. Сразу поговорим о ограничении по возрасту. Какое там? О, честно говоря, не скажу. Наверное, 12+. Лучше уточнить. Да, по-моему, 12+. Давай по порядку тогда. Фитнес-бикини, что такое, что из себя представляет? Ну, то есть, у меня сразу такое впечатление, судя по фотографиям, которые я посмотрела, и у тебя на странице в том числе, в соцсетях. Девчонки в прекрасной физической форме, в потрясающей физической форме, в красивых купальниках, на каблуках, дефилируют и показывают, собственно, физическую свою форму, физическую подготовку. На самом деле, что это такое? Вообще, как я уже сказала, категория очень развелась, если так можно сказать, выросла. То есть, это на самом деле уже целая индустрия, и все эти купальники, все эти туфли, стразы, макияж, потому что образ оценивается прямо от кончиков ресницы до кончиков пальцев ног. То есть, недостаточно быть просто в хорошей физической форме. Ты должна еще эту форму уметь грамотно преподнести. То есть, если ты хорошо выглядишь, у тебя объективно хорошая форма, но ты не смогла сделать дефиле, то есть, ты не смогла выгодно попозировать, показать себя, то абсолютно не факт, что ты займешь какое-то призовое место. То есть, мы здесь говорим о картинке. Да. То есть, воплощение художественное, в некотором смысле, воплощение спорта. Как он есть? То есть, здесь задача доставить эстетическое удовольствие, если так можно сказать, зрителям и судьям, и быть таким эталоном, как вот в античности. Ну, вот этот культ тела. Можно немножко даже с этим сравнить. Ну, кстати говоря, то, что я видела, я знаю, что есть ряд скептиков, которые считают, что перекачанные девушки – это некрасиво. Вот те девчонки, которые были на турнире вместе с тобой, да, и ты сама, это очень красиво. То есть, это все настолько соразмерно, настолько гармонично, что ничего там лишнего и перекачанного, но я лично не увидела. Потому что гармония и эстетика тела – это как раз-таки один из важнейших критериев. Как в античности. Да. То есть, группы мышц, они должны быть развиты гармонично. Именно в этом и состоит, наверное, вся сложность задачи, что у тебя должна быть не одна, например, ягодичная развита, а у тебя должны быть и плечи, у тебя должна быть пропорционально тонкая талия. То есть, у одной девочки при таком размере плечей может быть определенного размера бедра, и это будет красиво, а на другой это будет смотреться негармонично. То есть, здесь уже надо как-то думать, подбирать определенные тренировки. То есть, вот в этом сложность. То есть, это создание скульптуры тела. Да, 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 да. К этому можно относиться, на самом деле, как к искусству, то есть, к построению своего тела. Бодибилдинг. Мы строим свое тело. И да, человеку, стороннему наблюдателю, может казаться, во-первых, что перекаченные, что не совсем где-то доразвитые в области головы, будем так говорить, то есть, зацикленные на теле. Но это не так. Личность гармоничная, она должна развиваться все-таки со всех сторон, я считаю. И вот мы хотим поговорить в конце программы. Мы хотим поговорить в конце программы, да. И я хочу уже немножко забежать вперед про тренировки, да, что это просто как гигиена. То есть, это как чистить зубы по утрам, сходить в зал. То есть... Сделать так, чтобы телом, чтобы мышцы работали, чтобы человек их чувствовал, что они есть, что они работают. И они работают на благо человека, что, в свою очередь, как ты сказала, да, способствует развитию гармоничному личности. Вот давайте сейчас перейдем к рассказу о том, как ты готовилась как раз к этим соревнованиям. И что собой вообще, в принципе, представляет соревнование. То есть, ну, как ты сказала, вышли, показали себя. Да, сейчас расскажу чуть подробнее. То есть, тот образ, над которым вы с девчонками работали там очень и очень долго. Да, расскажу тогда сначала про свою подготовку, как у меня это происходило. На самом деле, я давно смотрела в эту сторону, но мне было сложно попасть в эту... Ты понимаешь, что где-то есть соревнования, где-то есть эти люди, которые занимаются этим. Но как туда попасть, когда ты с этим не связан? Хотя вроде бы я работала групповым тренером, то есть тренером групповых программ. Я все время где-то около спорта находилась, но вот именно попасть внутрь этой дисциплины мне как-то не получалось. И я в этом году, наверное, да, наверное, в этом году как раз начала работать в качалке. Нет, уже в том. И так получилось, что я познакомилась сначала с одним тренером у нас, Николай Новокшонов, замечательный человек. Тренер клуба качалка. Да, тренер клуба качалка. И он уже отвел меня к Нине Жижиной, тоже еще один знаковый человек на моем пути. И вот уже с ней она меня приняла, она меня поверила. И благодаря ей, наверное, во многом получилось так, что я выступила. Потому что важно, чтобы был человек, который тебя наставляет. Да, который ведет и стимулирует развитие. Ведет и стимулирует. Подпинывает там, где нужно. Это действительно так. Но что касается Нины, она не подпинывает. У нее очень интересная тактика. Она вообще очень интересная сама по себе. Она так, как мягко, так вот ее вроде нет рядом, но она все время, если что, если что, ты все время чувствуешь ее руку. Подготовка сама проходила. И про подготовку. То есть я начала готовиться примерно в марте. Ну, то есть в марте у меня еще не стояла такой четкой цели. Я думала, ну, если получится, если я успею. То есть ты уже знала про эти соревнования? Я просто знаю, что сезоны, они всегда бывают осень-весна. Поэтому, ну, в марте, я думаю, как раз я, наверное, успею к осени. А, если быть до конца совсем честной, я увидела какой-то турнир, и он был, по-моему, в апреле. 12 марта-апреля, да, по-моему, он был 12 апреля. И я думаю, ну, месяц, а вдруг? Потом, когда я поняла, что сроки поджимают, ну, это было нереально. Я поняла, что сроки поджимают, и думаю, ну, значит, осень. И вот потихоньку начала готовиться. Но это еще не было четко оформленной целью. То есть это было где-то, может быть, если получится, то будет неплохо. А потом, вот я говорю, я встретила одного человека, потом другого. И благодаря им во многом... Еще раз, Нина и Николай, если вы слушаете. Я вам очень благодарна. Да, и тут уже началась такая подготовка более серьезная. То есть, ну, что важно понимать здесь? Я немножко перестроила свои тренировки. Они у меня стали, точнее, не стали у меня регулярными. Обычно, когда ты работаешь тренером, то ты тренируешься в перерывах между клиентами. Ну, то есть, у тебя есть там 15 минут, вот, ты сделала подходик, все, снова у тебя пришел кто-то, ты снова работаешь. А тут пришлось выделять отдельно конкретно время на свои тренировки. То есть, я прямо полюбила бег в этот момент. Бег я со школы вообще. Бег, лыжи, все, что связано с кардио, абсолютно не мое. Но здесь как-то я себя, то есть, вот, в плане дисциплины... Пришлось полюбить бег. Я могу себя заставить. Ты бегала в зале или на улице? Я бегала в зале. Ну, потому что в марте было еще... У нас же условия погодные не очень. Да, не позволяешь. Дорожки еще были пока не готовы. Да. А потом, я все-таки считаю, что в зале бегать намного удобнее. Я живу за городом, поэтому... Бегать по полю мы пробовали с собакой. Нам не понравилось. И собаке не понравилось? Собаке, не знаю, я ее мнение не учила, честно говоря. Да, и так бег в зале. И так бег в зале. И так бег в зале. И так добавляем силовые тренировки. Но самое главное, мне пришлось... Бег в качестве кардио нагрузки предварительной перед силовой? Нет, отдельно. Отдельно. Да, то есть была отдельная тренировка. Когда готовишься к соревнованиям, то лучше выделяйте отдельный прямо день на кардио. Можно завершать тренировку, например, кардио. Ну, то есть, это уже... Такие тонкости, это зависит от того, какая стоит цель, и зависит от того, какая есть исходная форма. Да, мы сейчас говорим конкретно о себе. А потом о нюансах тренировок в зале мы еще отдельно поговорим. Но самое сложное, это было питание. Так как я, помимо того, что работаю тренером, я еще и танцую в шоу-балете Версаль. Вера Юрьевна, здравствуйте. Танцую в шоу-балете Версаль, и мы как раз в мае, то есть в марте я начала готовиться. Ну, еще непонятно было, готовлюсь я или нет. А в мае мы уехали работать на паром. Паром, который идет из Питера, Таллинг, Хельсинки, Стокгольм, то есть там Европа. Там сложно было контролировать питание, потому что там было столько соблазнов в еде. Но там хотя бы можно было выбрать себе что-то здоровое. А вот когда мы летом уехали сначала в Геленджик работать, а потом уехали оттуда сразу работать на теплоходе, там особо выбора по еде не было. То есть там был шведский стол, но он был шведско-советский, я бы сказала. С майонезиком. С майонезиком, все жарено. Поэтому приходилось мне не сладко в этот момент. Я там отдельно себе устроила. Или как раз очень сладко. Нет, очень сладко не приходилось, потому что я понимала, что если сейчас мне придется сладко, то плакала моя осень, в общем-то, мой сезон. Плакал весь турнир и кубок замечательный, который ты заработала. Но я, честно говоря, до конца, вообще до последнего момента не верила, что это все происходит со мной. И когда мы уже приехали в Глазов, когда мы уже стояли, ждали регистрацию, вообще абсолютно старалась ни на что не надеяться. Настя, а как ты занималась в условиях теплоходов, паромов? Там были какие-то оборудованные залы? Конечно, нет. По Палубе бегала? На пароме там был зал. Но это сложно назвать залом. То есть это такая маленькая комнатка, в которой было только самое необходимое, какие-то пару грифов, гантели. Ну, то есть приходится как-то выкручиваться в таких ситуациях. Но ты уже знала, у тебя была прописана программа. У меня всегда с собой фитнес-резинка. Вот, тоже полезная вещь. У тебя с собой была какая-то программа прописана, это ты сама ее делала или со своим тренером? А программу, ну, так как я говорю, начала готовиться я сама, программу я себе до последнего момента, вот уже, наверное, вплоть до последнего месяца составляла сама. Потом уже, когда соревнования, вот они были на носу, конечно, Нина помогала, корректировала, направляла, говорила, что мне нужно доделать, где нужно сделать упор, на что. Работать еще есть над чем, и очень много работы всегда, мне кажется. Когда ты достиг чего-то, хочется еще большего, и большего, и большего. Не остановиться уже. Да. Поэтому, ну, конечно, я могла бы подготовиться еще лучше, если бы вот я как раз не ездила. То есть если бы у меня был стабильно, нормальный тренажерный зал с весами. Потому что все эти фитнес-резинки, это, на самом деле, не серьезная тема, когда ты готовишься к соревнованиям. Но это любительская функция. Да, да. То есть для поддержания, для здоровья, для фана, как сейчас говорят, это вообще не вопрос. Это очень здорово. То есть это прямо удобное приспособление. А когда ты готовишься, то, конечно, лучше не баловаться и ходить в зал, не ездить ни в какие геленджики. Все серьезно. Но смотри, если тебя геленджик, все паромы, теплоходы не остановили, привели к первому месту, то что бы было, если бы их не было? Вполне возможно, что как раз эти сложности, они заражали, стимулировали к тому, чтобы ты больше еще работала, еще эффективнее работала? Вполне возможно. Но еще все-таки море, месяц на море для организма, это, я считаю, возможно, это и дало мне ресурс. Энергетический. Да, потому что у меня была очень тяжелая зима. Но не будем о грустном. Итак, возвращаемся к твоим тренировкам. То есть ты сама прописывала программу, какие группы мышцы прорабатывала? Все. Мы, опять же, вернемся к тому, что гармоничное развитие. Но если конкретно про меня, то у меня отстающие дельты, задние пучки. Вообще, зачем я вам это рассказываю? Нет, все правильно. Программа спортивная. А дельты, задние пучки, это спина, насколько я понимаю? Ну, плечи сзади. Плечи. Плечи сзади. Да. И бедра. То есть я делала упор на них. Бедра, ягодицы. Поделись секретом сразу упражнения, какие ты делала в условиях парома. Где сложно все за спортом? А в условиях парома, кстати, вот плечи я еще и не делала. Вот если бы я начала делать их на пароме, то, может быть, все было бы лучше. В условиях парома, так как там был гриф, я как раз делала приседы, выпады. То есть все стандартное. На самом деле, чем проще, тем лучше. Особенно, если вот... Изолированные упражнения, то есть ты имеешь в виду? Нет, как раз-таки приседы, выпады, это такие базовые упражнения. То есть они задействуют много групп мышц. Изоляция была вот с резинкой. То есть изолированные, немножко поясним, да, что это? Это когда работает одна группа мышц, вот только конкретно нам одна нужна, она работает. Вот это изолировано. Например, можно изолировано работать на ягодицу, на бедро. Вот это можно делать с фитнес-резинками. Впрочем, чем я и занималась. Да. Давай тогда сразу поясним, если уж мы вот начали говорить об изолированных и неизолированных, в чем положительные и отрицательные качества каждого из этих видов упражнений? Я бы не сказала, что где-то есть отрицательные качества, просто разные цели. То есть цели полагания – это вообще основной момент, когда мы идем в зал. Нужно понять, чего хочется. Да. Нужно понять, зачем мы туда идем. То есть и самое-то главное – нужно понять самому, а если ты берешь тренера, то нужно объяснить это тренеру, потому что исходя из этого он будет составлять программу. И вот, вернемся тогда к упражнениям. Просто изолированными упражнениями, например, лучше доделывать в конце тренировки, там после того, как вы сделали базу, потому что база, она развивает, ну, много групп мышц, скажем так. И разогревает конкретную группу мышц. Да, 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 да. Она разогревает вообще все тело, я бы сказала. То есть, в принципе, увеличивается кровообращение. Но это опять зависит от каждого конкретного упражнения, так вот сложно говорить в общем. Ну, принято считать так, что база, она тяжелая, разогревает все тело, а изолирована, она вот изолирована. Она дорабатывает уже на разогретых мышцах. Да, можно и целую тренировку себе изолированную сделать, если вот ты готовишься конкретно к соревнованиям, и тебе не надо пресс делать, тебе нужна талия, тебе нужно делать заднюю поверхность бедра. Вот ты идешь и делаешь заднюю поверхность бедра. И все. Все, наверное, сейчас так слушают. А что же это, какие же это упражнения? Вот можно секретик. А элементарно сгибание голени в тренажере лежа, самое элементарное. То есть это вот, это когда можно прийти в зал. Вообще тренажеры, как нас учили, например, на наших тренерских курсах, тренажеры – это для восстановления после травм. Потому что ты, да, садишься или ложишься, в зависимости от того, какой это тренажер, и у тебя работает там одна группа мышц, одна-две. А когда ты делаешь базу, то тут тебе надо напрячь пресс, напрячь спину, напрячь руки. База имеется в виду, да, объясняем то, что грифы, вот это все железо, вот это все красивое. Да, 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 тяги всякие. Ну, то есть вот свободный вес, где нам нужно контролировать свое тело, вес. Важно правильно зайти и выйти из этого упражнения, потому что, как сказала Линда Вера, неважно, где ты сорвешь спину в начале или в конце подхода, или в середине. То есть вот, поэтому базу еще нужно уметь сделать. Поэтому нам нужен тренер в тренажерном зале. Хорошая тема тоже. Для чего нужен тренер в тренажерном зале? Да, обязательно еще это обсудим. Но давай все-таки вернемся к соревнованиям. Готовилось питание с трудом, но соблюдала. Ну вот, если разрешишь оговориться, не то чтобы с трудом. То есть тут просто труд был только в том, что надо было искать продукты подходящие. Извлечь из всей массы предложенного. А когда ты находишься не на суше, то это, в общем-то, сложно, когда ты в изолированном каком-то пространстве. В Геленджике было проще, конечно. И еще, что хочется сказать, сложно всегда в начале. В конце бывает проще. То есть когда режим, он же на той режим, чтобы вот даже сейчас после соревнований обычно, ну, есть же такой стереотип, что после соревнований случается зажор обязательно. Так, у тебя был зажор? Нет, я думаю, значит, день до соревнований. Да, я думаю, как до сих пор. День до соревнований, я думаю, ой, что же я, что бы у меня такого съесть после соревнований? То есть я уже начинаю себе прокручивать в голове, что бы мне хотелось. И понимаешь, что ничего не хочешь. И понимаешь, что ничего не хочу. Я понимаю, что я хочу просто порцию гречи побольше. Да, и курочки тварные. Я хочу 200. Вот, или на завтрак, если у меня столько-то овсянки, то я хочу ее чуть больше. И, в общем-то, я себе это позволила. Я поела фруктов, потому что на подготовке фрукты тоже... Да, тоже сахар. Да, так как это, несмотря на то, что фруктоза. Все. И началась подготовка к следующему этапу, к 22 числу уже. То есть я уже снова все в режиме. Ты здесь тоже будешь выступать. Да, конечно. Давай еще немножечко о глазу и поговорим, как раз, где происходил турнир. Насколько сильные конкурентки у тебя были там? Как ты оцениваешь? Мне сложно судить, опять же, потому что я первый раз участвовала. Ну, у нас было две категории. До 163 сантиметров и после 163. Рост. Про рост. Понятно. Я участвовала во второй категории. Мой рост метр шестьдесят восемь. Сложно ли было? Скажу, что были очень разные участницы конкурсантки. Прямо очень разные. Но в моей категории были несколько человек, относительно которых я могла сомневаться. Насчет первого места. У девочек до 163, наверное, им, наверное, было чуть сложнее. Почему? Потому что девочки миниатюрные, они как-то всегда складные. Ну, то есть, вот о чем мы говорили, что образ должен быть полностью в целом завершен. У них были просто так получилось, что спортсменки были в их категории чуть сильнее. Вот как-то так. И потом, когда выбирают первое место из категории, то есть, вот, две категории было, потом уже из девочек, которые заняли первое место, выбирают абсолютную чемпионку. То есть, ты победила сначала в своей категории. Да, сначала в своей категории. А затем? А потом я взяла абсолютку. Вмечка, еще раз поздравляю. Спасибо большое. Сразу же вопрос, что дальше? Ну, вот 22 число здесь Киров. Кировскую аудиторию, публику ты уже себе представляешь, да? Какие здесь девчонки, с кем ты соревнуешься? Честно говоря, нет. Ну, я знаю девочек, с которыми мы готовились. А, кстати, из Кирова кто-то еще был в Глазове? Да, там была Юлия Новожилова, была Дарья Ишутина. Мы готовились вместе в спринте у Нины Жижиной. Все, из Кирова девочек больше не было выступающих. Были мальчики. Мальчиков было много, кстати, они тоже молодцы. Да, тоже привезли медали. В Кирове вот тоже они будут выступать, наши девчонки. Честно, больше не знаю никого. Поэтому не знаю, чего ожидать. Я, как обычно, до последнего, наверное, не буду ни на что надеяться. Потому что чем меньше ожиданий, тем меньше расстраиваешься. А что ждет 22-го числа здесь в Кирове? Что здесь будет? Кубок по бодибилдингу и фитнесу. То есть, как он будет проходить? То есть, там будет на что посмотреть? Конечно, безусловно. Надо идти. Прямо надо звонить, срочно заказывать себе билеты и идти. Будет много категорий. Но фитнес-бикини именно будет абсолютное. Ну, во всяком случае, как сейчас пока заявлено, то есть, там будут всех категорий девочки. Ну, хотя бы по гендерам раздели, то есть, мальчики отдельно, девочки отдельно. Нет, то есть, конечно, по категориям будет отдельно. То есть, бодибилдинг, я в мужские, честно говоря, не вчитывалась, что у них там. Фитнес-бикини именно конкретно, вот наша категория. Все девочки будут вместе. То есть, тут не будет разделения по росту. Ну, что, тебе тогда удачи 22-го числа. Напоминаю, где еще раз это будет? Повтори, пожалуйста. Областная дворец молодежи. Приходите. 17.00. Да. 22-го числа. Итак, у нас осталось примерно 10 минут. Я предлагаю все-таки вернуться к теме занятий тренажеров, то, что мы уже сегодня начали говорить. Да, мы поговорили о свободных весах немножечко и о тренажерах. Давай вот сейчас вот эти 10 минут посвятим именно тренажерам. Первое, что меня интересует, вообще, как решиться пойти в зал. То есть, у тебя конкретно, вот в данной ситуации, которую мы сегодня обсуждали, была конкретная цель. Это принять участие в этих соревнованиях. Да, посмотреть, на что ты можешь, на что ты способна. И вот так вот счастливо сложилось, что ты стала абсолютной чемпионкой. Как понять, что настало время, что нужно идти заниматься? И причем на тренажерах заниматься? Ой, ну, мне кажется, это прямо вообще не вопрос. Заниматься, идти нужно. Дело только в том, что нужно ли идти на тренажеры, да, на самом деле, или вам нужно заняться чем-то другим. Многих девочек пугает, что я не хочу быть большой. Да, что девушка должна быть девушкой. Мне не нужно увеличиваться нигде. Мне нужно только подтянуть кожу. Мне вот здесь вот немножко дрябло, мне нужно только подтянуть. А с такими проблемами к тебе как раз приходят, да, девчонки? Приходят, конечно. Причем и как тренеру, и как массажисту. Что нужно понимать здесь? То есть, подтянуть – это значит похудеть. Или подтянуть – это значит натянуть на мышцу, которая образовалась там внутри. Подтянуть – это значит уменьшить жировой слой, который под кожей есть. То есть, правильно понимаю? Да. То есть, как это себе представляют люди, я не знаю, но чтобы подтянулось, нужно, чтобы ушла подкожно-жировая клетчатка, да, и кожа, турагор кожи повысился. То есть, кожу отдельно с ней работать тоже надо, нужно ее подтягивать. Это опять же массаж, можно снова массаж. Кровоувеличение, улучшение кровообращения. Да, обязательно. То есть, увеличение обмена питательных веществ тоже в тканях. Поэтому движение обязательно нам нужно. Я говорю, только единственное, что вам нужно выбрать – это как вы будете двигаться. Это могут быть групповые программы, это может быть какая-нибудь скандинавская ходьба, я не знаю. Можете просто гулять по городу. А именно чем хорош зал, тренажеры, ну, пусть будут тренажеры. Да, давай с этого начнем. Да, можно сказать, это вообще про зал, то есть, и свободные веса, упражнения со свободными весами. То есть, здесь прелесть в том, что вы можете построить то тело, о котором вы мечтаете. Например, йога, она хороша, она решает свои задачи, но она не позволит вам сделать ваше тело визуально таким, какое вы хотите увидеть. То есть, она решает больше внутренние какие-то даже проблемы. А вот именно зал, он – это как прийти куда-то в магазин и выбрать себе вот такое платье. Только здесь надо будет поработать на платье. Поработать, заработать на него нужно как раз на это платье. Заработать на это платье, да, на эту форму, на это тело. То есть, вот о чем мы говорим, что как на соревнованиях нужно где-то доработать определенную группу мышц, чтобы выглядеть так или иначе, так и вы можете в жизни доработать ту или иную определенную группу мышц, чтобы, например, надеть джинсы, которые давно хотели надеть. Но это на самом деле все неважно. То есть, прелесть как раз в том, что вы устраиваете то тело, которое вы хотите. Главное в это поверить, главное – начать уже делать. Неважно, если даже вы начнете заниматься по самой бездарной в мире программе. Главное, чтобы она вас не травмировала. Самое главное. Да. Начните. Это самое главное. То есть, процесс, он пойдет. И уже дальше, когда вы почувствуете свое тело, поймете, что для вас эффективно, что для вас неэффективно. Потому что на самом деле вот здесь, в этой сфере, все только методом проб и ошибок. Несмотря на то, что вроде бы две руки, две ноги, что там где запутаться, запутаться есть где. Потому что разное количество быстрых и медленных мышечных волокон у разных людей. То есть, ну, это все такое, такая тонкая субстанция, структура. Индивидуальное тело у каждого отзывается по разному. Да, да, конечно. Да, Настя, вот ты сказала методом проб и ошибок. Пробы понятно, да? Посмотрите одно упражнение, как сказывается, как отзывается тело. Посмотрите другое упражнение. Ошибки. Какие это могут быть ошибки, как они могут сказаться на теле? Ну, вот здесь опять мы вернемся к тому, что для чего нужен тренер в тренажерном зале. То есть, это неправильное выполнение упражнений. Можно неправильно делать выпады там из раза в раз и стереть себе коленный суставчик, например, с медиальной стороны. Так что у вас потом будет болеть и воспаляться. Ну, то есть, зачем нужны эти проблемы, если можно сразу же... Оградить себя от них. Да, их избежать. Потому что многие люди, приходя в зал, они не видят дисбалансов своих, и это нормально. Ну, потому что мы же не профессионалы в этой области, да? Поэтому нужен взгляд со стороны. Нужно хотя бы пару раз взять тренера, чтобы он построил вам вот эти вот базовые приседы, выпады. Базовые упражнения, о которых мы говорили. То есть, в тренажерах там более-менее понятно, как себя вести. С тренажерами все просто. А вот именно упражнения, которые вы будете делать без них, нужно все-таки... Нужна какая-то помощь со стороны. Можно, в принципе, посмотреть видео в интернете тоже как вариант, если хочется сэкономить. Но контроля это видео, к сожалению, не прибавит, да? То есть, со стороны, наверное, не позволит посмотреть. Ну, там, когда, в общем, колени заболят... Лучше до этого не доводить. Лучше до этого не доводить, да, конечно, это я пошутила. Да ладно, если колени, а то еще позвоночник, еще на зоне рисковых всегда есть. Да, поясница, поясничный отдел позвоночника у нас под ударом находится постоянно по жизни, потому что он вообще, в принципе, у многих людей слабое звено. Еще мы все любим посидеть. Ну, как любим. Работа заставляет, да, кого-то. Поэтому с давлением межпозвоночных дисков здесь пришел в зал, наклонился. Вот о чем мы говорили, что зашел в упражнение неправильно, взял гриф с круглой спиной... И потом больше не отпустил его. Ну и все, да, до свидания. Здравствуй, протрузия или грыжа. Вот, напугал вас. Ну, такого не будет, потому что мы рекомендуем все-таки заниматься с тренером. Потому что мы рекомендуем заниматься с тренером и обязательно втягивать живот. Вот, на тренировке. Это вот мой такой от души всем совет. Пупок к позвоночнику. Почему? Объясни. Нам нужно включить внутренние мышцы живота, чтобы они контролировали спину. Это везде. Ну, это, во-первых, для того, чтобы они контролировали спину, для того, чтобы мы избегали травматизма. А во-вторых, так они у нас будут в тонусе, и живот, в принципе, по жизни будет выпадывать. Да, и уходить он будет со временем, потому что, напрягая мышцы, мы тоже стимулируем кровообращение. Да, конечно. Здесь можно еще сказать про вакуум. Тоже хорошая вещь. Вот, интересная тема, да. Для того, чтобы уходил живот. То есть вы можете делать его утром натощак, например. Но тут главное научиться. Лайфхак. Да, лайфхак. Можно делать его вообще на работе, сидя. Почему бы и нет? Или в автобусе, пока едете. И самое главное, что он правда работает. То есть сантиметры уходят. Ну, да, не в бешеном количестве, конечно, но можно себе сделать талию чуть уже, чем на еду. Так, теперь расскажи, что такое вакуум. Ой, вакуум. Вам нужно обязательно посмотреть видео в интернете, набрать, вот если вы заинтересовались. Вакуум. Можно бодифлекс. Бодифлекс, кстати, групповое занятие бывает такое, в клубах проводят. То есть в двух словах, да, это втягивание живота. Оно даже не совсем втягивание, оно знаете как? Очень сильное выдыхание. Как бывают вакуумные пакеты. То есть мы все, выдыхаем и затем чуть приподнимаем ребра. И там эффект вот вакуума получается. То есть у нас приподнимаются как будто бы все органы к диафрагме туда вверх под ребра. И за счет этого как раз и стимуляция внутренней стенки живота, и массаж внутренних органов происходит. Это ведь тоже, по-моему, из йоги пришло упражнение. Полезная штука. Да. Там это называется... Там это называется... Не вспомню, как это там называется. Но, не условно, полезное упражнение. Можно посмотреть... Пустая удеяна это называется в йоге. Пустая удеяна. Хорошо. На самом деле массаж внутренних органов это очень полезно. Да. И профилактика, кстати, очень многих заболеваний. Вообще, да, вообще кровообращение нормальное. Это очень хорошо для организма. Да, так что на этом, пожалуй, мы остановимся сегодня. Напомню, у нас с Настей серия программ. Правда? Планируется? Да. Да, вот сегодня был такой прекрасный повод. Поэтому мы меньше поговорили именно о каких-то функциональных вопросах, тренировок и питания. Больше поговорили о фитнес-бикини. Напомню, что Настя стала абсолютной чемпионкой по фитнес-бикини на соревнованиях в городе Глазов. В родном городе, кстати. Твой родной город? Да, я там родилась и прожила 17 лет. Ну, вот видишь, как все связано. Да, был интересный момент, когда выбирали абсолютную чемпионку. Девочка вторая, она была глазовская. И ведущий говорит, ну, глазовщане, чего же вы, давайте болейте за глазовскую девочку, почему вы молчите? И из дальних рядов кто-то говорит, да, она тоже глазовская. Все свои, все родные. Все свои, все родные. Ну, вот Киров до второго числа покажет. Киров мне уже тоже родной, так что мы везде живем. Так что и Киров будет за тебя болеть. Да, я надеюсь. Итак, еще раз упражнение в вакуум. Мы сегодня еще немножечко обсудили, тоже полезная вещь. Вакуум втягивает живот. Втягивает живот. Показано всем. Вот наш план работы до следующего визита Насти, потом она еще скажет, что не полезная. С этого стоит начать. Приду, проверю. Живот можно втягивать не только на тренировках, но и на повседневную визу. Обязательно, постоянно, все время, перманентно. Постоянно, перманентно. Так и будем делать. Да, Настя, спасибо большое, что пришла. Еще раз поздравляю тебя с победой. Спасибо. Спасибо. Новых успехов. Это была программа «Свера. Спорт». В гостях была Анастасия Дудина, тренер фитнес-клуба «Качалка», массажист, прекрасная девушка, чемпионка абсолютной фитнес-бикини. Всех приглашаем. 12 плюс ограничения. Всем удачи. Всех будем очень-очень ждать. До свидания. До свидания. С верой в спорт. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.